Ну да, хороший вопрос. Ну, первое у меня образование, я учитель русского языка и литературы, филфак, который я с отличием закончил. Я вырос вообще в семье филологов. У меня папа был профессором филологии, мама учитель языка, оба лингвисты, но казахского языка. В школу меня дали русскую. И поэтому я получил прекрасное образование на русском языке, а дома мы разговаривали на родном языке. Отсюда и мое прекрасное владение своим родным языком, казахским языком. Я безмерно благодарен родителям за это. Как время показало, что владение языком не только с точки зрения своей идентичности и прочее, а и с точки зрения рыночной экономики, она, оказывается, пригодилась. То есть оно и кормит, и что, будь это ведущим, будь ли я ведущим какого-то ивента спортивного, либо в жизни и, естественно, в рекламе. Это мне пригодилось. Ну, теперь ладно, я хотел бы тоже вернуть, не остаться в долгу за камертон. Ну, ты-то вообще гипер камертон, идущий фарват. Мы идем в фарватере. На самом деле, ты хорошую тему затронул. Это прекрасная программа, которая призвана, я считаю, в нынешнее время, время гаджетов, время цифровизации повальной, время где-то даже падения каких-то нравственных нравственных условий. Мы-то с тобой как бы уже можно смело говорить, олдскульные, заставшие Советский Союз. То время, когда было духовное, нравственное такое, были какие-то серьезные такие уровень. А вот сейчас не хватает этого. На самом деле, не хватает. Мы сейчас, видимо, во время беседы к этому и придем. Не хватает. Есть дефицит. Вот и программа, который, проект, которым ты у меня был в гостях, тоже призвана именно вот как-то восполнить этот дефицит хотя бы частично. Окей. Что насчет твоего второго образования в итоге? А, образование второе. Затем получилось так, что, да, вот, я филолог по образованию, затем получилось так, что мы стояли, как ты сказал, в первых рядах середины 90-х годов. Это авторское право тогда. Ну, тогда не только авторское право, а вообще на сообщество после падения Советского Союза было именно на распутье и искало свой путь. Был и коммерсантом. Пытался быть коммерсантом, как и все, не скрою. Это повально все были, по-моему, все перепробовали. Другое дело, что у меня это не так пошло. В каком плане не так пошло? Хорошо зарабатывал, но как один мой хороший учитель московский, Давид Моисеевич, очень звучное имя, мне говорил, Держан, мало уметь зарабатывать, надо еще и уметь сохранить и приумножать. Вот как раз-таки сохранить и приумножать у меня не получалось. Но это, видимо, и к лучшему. Как там говорят, рожденный тратить, копить не может. Копить не может, да, да, да. Такая же тоже интерпретация. Затем, и вот после авторского права, когда мы поняли, что не было поддержки, не было понимания, все кивали головой. Да, да, да. Кивали головой. Люди такие, как ты, допустим, которые сами столкнулись, на себе испытали, да, это все, все эти вызовы. Ну, не было такого, и поэтому я оттуда ушел и начал себя искать. А тогда я о голосе даже не думал. И я пошел на радио. Это в городе Шамкент. Было такое прекрасное радио. Была радиостанция ЮМАКС. ЮМАКС старейшая радиостанция, ЮМАКС, которая дала путевку в жизнь многим певцам, эстрадным, потому что их там крутили, и журналистам в том числе. Очень много можно перечислять долго журналистов, которые потом работали в республиканском эфире, на радиостанциях, телеканалах. И я пошел сам на радиостанцию. Подумал, почему бы не попробовать? Что я умею делать? Я умею делать хорошо писать. Потом в будущем это пригодилось как креаторам, да, создателям текстов. Умею хорошо писать, умею хорошо говорить. О голосе я вообще тогда не думал. И я люблю спорт. Я пришел на радио ЮМАКС сам. Давайте, говорю, делать новости спорта. Хорошо там попался парень такой продвинутый, Александр Галаев. Он сейчас в Алма-Ате тоже такой креативный парень продвинутый, Саня Галаев. Он был главным редактором. Он говорит, давай, чувак, это то, то, то. И сперва начинали мы новости спорта как обыкновенные новости, общественные читают. И тут же я как в придачу новости спорта на русском, казахском. А потом пошло, поехало. И у меня стало это отдельной программой выходить. Затем еще Бог дал мне некую такую коммерческую жилку, как я говорил. Зарабатывать могу. На этой первой части остановлюсь. Я нашел спонсоров. И, видимо, моя любовь к спорту, помноженная на умение подавать где-то материал, и помогло мне, что, не буду говорить там банки, я как человек дисциплинированный в эфире, некий банк на год вперед начал выкупать, на год вперед. Новости спорта это и питало финансово, и, конечно же, это мотивировало. Но я новости спорта делал по наитию, по читью. То есть у меня на практике, как обычно, мы сперва же на практике, а потом теории догонялись. И потом выскочило так, что есть такая хорошая организация, Интерньюз. Да. Да, молодцы. Они, кстати, очень хорошие учебные программы. Восхитительные просто. И выскочило так, что они организовали как раз попалось курсы, новости на радио. Десятдневные курсы здесь, в Алма-Ате. И приезжала Ольга, фамилию не помню. Оля Каплина. Нет, не Каплина. Ольга Каплина, она там была менеджером, а я говорю, другую Ольгу. Ольга Каплина тоже, родным из Шемкента, кстати. Так же, как и Евгений Доробяцкий и так далее. Мария Шемкенская. Вот. И Ольга другая из Екатеринбурга приезжала. Это тренер BBC, British Broadcasting Corporation, именно по новостям радио. Я безмерно благодарен Интерньюзу. Они просто систематизировали, научили, то есть тот практический багаж, который уже у меня был, как я и говорил, теорию. Они просто мне теорию дали и все, систематизировали, научили. Извините за славу, я кайфанул просто. В общем, структурировали. Структурировали. Да, структурировали то, что я до этого просто на практику не знал. Структурировали, я приехал вообще. И потом я вернулся, когда на радио рвать начал. Я сам был противником того, чтобы любые новости были, не были говорящей головой, не были радиогазетой. Потому что много ума не надо взять из интернета, скопи-пастить. Сейчас тоже многие грешат этим, про радионовости без имен. Берут просто из интернета новость и читают. Но они почему-то не задумываются о том, что, родной мой, это же для глаз написано, это для визуалов. А ты для аудиалов это возьми, просто переформатировать это надо сделать, чтобы это удобно слушаемо и было понятно. И мои новости стали выходить, внутри стали и за КТ, то есть за кадры, то есть и комментарии. Вроде бы, казалось бы, новости радийные, они же короткие, 3-4 минуты, да? Но это и целый мир. Это и поместить в 3-4 минуты можно 3-4 новости. Так в том-то и дело. Мы-то ведь в те времена как раз-таки привыкли к тому, что радио вообще, как мне кажется, должно быть такое персонифицированное. То есть когда диктор обращается к тебе, когда он не просто действительно зачитывает, потому что когда человек зачитывает, вот эта холодность, вот это бубнение, оно сразу тебя отталкивает. И тем более сейчас вот эта вот тенденция, когда просто тупо идет, то есть наши радиостанции превращаются просто в стриминг, какой-то плейлист, где ведущего нет, где музыка нон-стопом идет, но ведь хочется, а поговорить? Ну да.